Можно ли помочь супругу разрешить конфликт с его мамой и бабушкой? Постоянно они встречаются, у них общение не складывается, они лишь ругаются. Как можно чем-то помочь? Смотрите, мы говорили вчера, что конфликт означает, что человек занимается не тем, что находится в его компетенции, то есть его возможности. То есть он делает не то, на что может повлиять. Конфликт означает прыгать на 9 этаж, хотя можно зайти в дверь и пойти на педру. То есть конфликт, когда возможности человека и объем работы не соответствуют друг другу. Допустим, человек прыгает на стену, прыгает на 9 этаж или пытается общаться с мамой и бабушкой, когда карма или трудности в отношениях очень сильны. В этом случае мы говорили, что Эбитет советует начать делать то, что находится в своих возможностях. То есть мы говорили о том, что люди, все родственники связаны внутри сердца друг с другом. И человек, когда видит, что он не может общаться с тем, у него нет такой возможности что-то объяснить, он перестает это делать совсем, он перестает объяснять и начинает думать о чем-то святом и концентрироваться в своем сердце на человека, который является объектом его трудностей. Постепенно в молитве, в мысли о возвышенном, когда человек делает это, он наполняется чистой энергией и наполняет также свои отношения. Постепенно в сердцах между этими людьми устанавливается позитивная связь, которая и является основой для отношений. Конфликт означает, что в сердцах негативная связь. Часто люди, не имея хороших отношений в сердце, они пытаются строить друг в другом отношения с помощью слов, вербальную связь устанавливать. Это невозможно. Потому что связь всегда находится на уровне сердца. Достаточно ли будет одному ему попробовать, как мы молимся, желать ему счастья? Лучше, если все вместе, лучше все, кто могут это делать, будут делать одновременно. Это будет еще сильнее. Но достаточно даже одному. Но времени нужно достаточно много. Может быть месяц, два это делать. И он каждый раз не будет чувствовать изменения, но постепенно он почувствует, что у него память, а память означает связь между людьми. У него память об этих людях станет лучше. И вспоминая о них, он не будет торчиться от боли, не будет чувствовать неприязнь. Это означает, что между ним появилась хорошая дорожка. Отношения налаживаются. А потом нужно дальше, следующее, опять действовать в рамках своих возможностей, а не в рамках, которые ты хочешь. Часто человек хочет больше, чем ему положено. Например, он с мамой, бабушкой хочет обсуждать вопросы отношений, что ему не нравится в их характере. Это запрещено. Нужно с ними говорить о чем-то приятном. О дочери, что она такая хорошая. Если они переводят тему не туда, куда надо, надо они к ней отклоняться. Говорят, что потом еще не надо. То есть это все решится. Если появилась возможность общаться, нужно общаться на теме, которая приносит счастье с теми людьми, которые вызывают напряжение сознания. Если при его попытке перевести разговор в положительное русло, они все равно пытаются как-то негативно уйти. Это значит, что с ними тогда не надо разговаривать. Если люди находятся в невежестве, надо с ними держаться на дистанции, не общаться, выполнять перед ними свои обязательства. Например, что-то приятное для них делать, выполнять свои обязанности, не общаться с ними, желать им счастье, устанавливать сердце отношений хороших. Если люди находятся в страсти, то когда они в спокойном состоянии, с ними можно общаться, когда они напрягаются, надо переводить разговор на другую русскую. или переставать общаться. Люди находятся в благости, всегда можно к ним подойти и начать говорить в той сфере, которая допустима. Страдание всегда возникает у человека от того, что он пытается делать то, что находится вне сферы его влияния. Например, если бы вы мне задали вопрос сейчас, но меня не слушали совсем, моего ответа, такой бывает, что он взял вопрос, я что-то говорю, а он потом свое говорит. Это значит, что этот человек такой, будет совместить сферы моего влияния. Даже какое действие у меня. Я должен с ним согласиться. Сказать, да, ваше мнение, верить место быть, я согласен, все, я не буду больше продолжать эту беседу, потому что человек не слышит. Я не могу ему ничего сказать. Он не слышит. У него свое мнение, и он не хочет его менять, он хочет мне его показать. Еще раз. Молиться обновлять отношения с близким, концентрироваться на Святой Личности, плоды отдавать, или концентрироваться на своем близком? Нет, концентрироваться на своей Личности, на Святой Личности. Я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. А плоды потом отдавать за второе множество. А не надо ничего отдавать. Можно так сказать, я тебе не отдаю плоды, за кого молюсь, но, понимаете, во время этой деятельности боль, источник боли будет всплывать в сердце сам. Потому что он же есть. Как только вам станет лучше, сразу все, с кем вы плохо связаны, в памяти всплывают немедленно. Но вы продолжаете думать о Святом, и они периодически будут дальше всплывать в памяти, но они будут уже в другом ключе всплывать, более спокойно. Потом, когда они всплывают в памяти уже в хорошем ключе, тогда уже все нормально. Понимаете, вот эта связь с людьми, она существует независимо от нас. Нам не надо беспокоиться о том, поможет в этих отношениях моя молитва или нет. Потому что связь между сердцами существует сама по себе, и помощь от нас к ним всегда идет сама по себе, а также время. Это все происходит независимо от нашей воли. Если мы наполнены счастьем, то мы связываемся сразу с людьми в хорошем ключе. Допустим, если вы слушаете мои лекции, то вы со мной связаны, как со старшим. И все самое хорошее от меня будет идти само собой. Если я буду совершать какие-то духовные подвиги, что-то делать хорошее, вы будете это тоже получать. Если при этом вы будете меня благодарить, то я тоже от вас буду получать благословение, даже если я вас не знаю. Это не обязательно знать от друга. Это происходит на глубоком неосознанном ключе. И люди, которые связаны с друг с другом, они всегда получают поддержку друг от друга и возможности помогать друг к другу, не решать. Все зависит от того, насколько они сильно связаны друг с другом. Поэтому человек должен сильно заботиться о том, с кем связано его сердце. если это люди, которые несут ему тяжелую судьбу, он должен трудиться над этими отношениями каждый день, не должен их убегать, потому что он не может выводить никого из своего сердца. Ему придется это делать, хотя ему не хочется, он думает, что этот человек ему не нужен, он ему приносит плохо вред, но надо все равно вкладывать в него свои силы, желать ему счастья. Когда вы побеждаете эти отношения, вы побеждаете себя. Нам эти трудные отношения даются для победы над собой. Но мы побеждаем себя, когда про себя забываем, когда мы думаем о святом человеке, желаем помочь другому человеку, простить его, просим у него прощения. Когда мы действуем таким образом, забывая про себя, тогда мы становимся сильными. Когда мы помним о себе и хотим себе помочь, это слабость, она не сгрушает жизнь. Но это все равно считаете беспорисным сражением, да? У нас нет бескорыстия в сердце. Мы очень эгоистичны, все добрые. Но святость, она, ее природа бескорыстна. Когда я думаю о святом, о чем-то и кланяю всему, в этот момент я наполняюсь бескорыстием. А сила бескорыстия, она и помогает другим. Она восхищает все, она приносит счастье. Поэтому чем больше мы думаем о святости, тем больше счастья в нашей жизни. И это происходит само собой. Нам не надо об этом беспокоиться. Это и есть правильная жизнь. Правильная жизнь идет внутри, а не снаружи. Сейчас в обществе все поменялось. Люди думают, что правильная жизнь означает достигнуть успеха в внешних делах, стать крупным человеком, зарплаты большая, большое положение в обществе. Это все само собой приходит в процессе дневной работы. Человек, который закончил институт по управлению, не означает, что он станет управленцем. Управленцем становится тот, кто имеет качество управленца. Сами механизмы, которые он знает, как они работают, ему не помогают в полной степени. и сильно ты очень хорошо можешь ездить на танки, но не умеешь стрелять, ты не можешь целиться по мишей, нет смысла ездить на танки. Или у тебя нет крабрости, у тебя нет крабрости, ты можешь стрелять хорошо, ездить на танки, все, ты выучил с этого, но у тебя нет крабрости, сражаться и решив за свидание там, качество человека ставить на первом месте. Если ты хочешь, чтобы испачкать там, когда сидишь там, чтобы он вонял, тогда можно садиться. Если ты имеешь правдость, тогда обучение не помешает, оно даст еще лучшее результат. Качество человека — это основа, они приходят от святости, от святости, от чистой силы. Все качества характера приходят от святости, от чистоты. Мы не можем сами все развить хорошие качества. Все плохие качества означает, у нас не хватает чистоты. С помощью служения, души мы наполняемся чистотой. Становится легче на свете. И мы говорим об этих вещах воздушных, и тоже наполняемся чистотой. Становится легче на свете. И тоже медленно. Субтитры создавал DimaTorzok